Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодня мы поговорим о наставничестве в здравоохранении Ульяновской области. Сегодня на студии Каравула Валентина Герасимовна, советник губерната Ульяновской области по направлению здравоохранения, председатель ассоциации содействия развития здравоохранения Медицинской палаты Ульяновской области. Здравствуйте, Валентина Герасимовна. Здравствуйте. Валентина Герасимовна, скажите, пожалуйста, давайте начнем с простого вопроса. Каким было начало вашего пути в здравоохранении и в медицине в целом? И кто был вашим первым наставником? На самом деле вопрос, правильно вы говорите, он простой, потому что первого наставника, я думаю, помнят все. После окончания Самарского Куйбышевского медицинского института я приехала, это было, кстати, давно, приехала на работу в город Димитровград для прохождения интернатуры. Мы тогда проходили интернатуру. Ну и практически я сразу стала проходить интернатуру и работала уже сразу в поликлинике в Дазовской. Моим руководителем интернатуры была Кондрашова Галина Николаевна, врач высшей квалификационной категории. И я всегда очень благодарна ей за то, что она очень строгая наставница была, наставник. Она требовала как с себя, так и с нас, с интернов. Всегда очень благодарна ей за ее науку, за ее практические советы. Мы и после окончания интернатуры, конечно, я 10 лет потом работала в стационаре под ее руководством. Вот. И всегда, ну, после длительное время продолжаем общаться до сих пор. Валентина Красная, а вот на ваш взгляд, в профессии врача, непосредственно, да, в профессии врача, что является таким тяжелым, да, действительно, а что вот таким удивительным, что тут, на ваш взгляд? Вы знаете, вот на мой взгляд, самым тяжелым – это все-таки, когда практически всегда приходится брать ответственность на себя. И иногда это очень сложные случаи бывают. И ведь, как бы мы там ни говорили, решение, допустим, консилиумов, решение комиссии, все равно отвечает лечащий врач, тот, кто непосредственно ведет пациента. И вот я считаю, что самое сложное – это, конечно, ответственность за других людей. Ну, а удивительное, вот, опять же, это мои ощущения, я все-таки считаю, что врачи – это немножко другие люди, чем все. Может быть, потому что мы знаем о людях чуть больше, чем они сами знают о себе. Но это всегда удивительно, когда беседуешь с человеком, и иногда он раскрывается перед тобой совершенно с неожиданной стороны, но очень интересно. Поэтому вот за все годы, что я работаю в здравоохранении, как я уже говорю, это много лет, вот, ни разу не разочаровалась в своей профессии, ни разу не пожалела, что я стала врачом. Наталья Григорьевна, а вот наставничество, оно никогда не потеряет своей актуальности, да, в любое время. И это касаемо и образовательной стороны медицины, и касаемо, наверное, практического здравоохранения. Всегда это актуальная тема. А вот на ваш взгляд, вот такой вопрос, как долго врач может считаться молодым, таким, нуждающимся в опеке наставника? Вы знаете, это все, конечно, по-разному. У всех это совершенно индивидуально. Потому что, если человек длительное время боится принимать решения, ведь основное – это вот боязнь принять решения, из-за чего бывает, что приходится продлевать сроки наставничества. Вот. Но, конечно, если человек чувствует в себе уверенность, но не самоуверенность. Потому что есть и такие случаи, когда человеку кажется, ну, обычно это все проходит где-то с третьего по пятый курс в университете, в институте, да, когда кажется, что знаешь все. Это тоже опасно, когда молодому доктору кажется, что он знает все, поэтому наставнику в этом случае его приходится тормозить. И вот по-разному, конечно, но я считаю, что наставничество все-таки должно распространяться на три года работы молодого специалиста, не меньше. Потому что все равно, особенно первый год, приходится и подсказывать, и учить, иногда ругать один на один. Конечно. Вот. Ну, а второй год, и особенно третий, просто уже смотреть, все ли опекаемое, наставляемое, все ли он усвоил, и как вообще вы, наставник, может его выпустить во взрослую, так сказать, жизнь, и уже в самостоятельное решение. Это интересно. Ну, вы и для нас всех являетесь, я думаю, так, наставником с большой буквы, да? Ну, на ваш взгляд, все-таки, вот, какими качествами должен обладать наставник? Вы знаете, это тоже вопрос, который мы вот на совете наставников обсуждали, в общем-то, неоднократно. На мой взгляд, наставник должен прежде всего хотеть передать знания своему наставляемому. И он обязательно должен быть дружелюбным. Потому что, ну, опять же, из своей практики, когда вот Галина Николаевна, например, как наставник, у нее, естественно, были и отпуск, и по каким-то другим причинам она уезжала. И были случаи, когда приходилось обращаться к коллеге, другому доктору, очень опытному взрослому доктору. Она могла сказать, что мне за вас не платят, я не собираюсь вам ничего говорить. Это ужасно, конечно, потому что, ну, ведь, когда спрашиваешь не потому, что там какого-то ради спортивного интереса, а потому что возникла проблема, и возник вопрос, который самостоятельно решить не можешь. Поэтому обязательно и желание помочь молодым коллегам, и дружелюбие, ну, и, конечно, наставник должен сам обладать качествами профессиональными обязательно. – Алексей Григорьевич, ну, нельзя, сейчас невозможно обойти эту сторону нашей сейчас жизни, да, это борьба с пандемией коронавирусной. – Ну да, да, конечно. – Вот наставник в период пандемии должен еще более каким-то, сверх каким-то качествами обладать, на ваш взгляд? – Да не сверх, наверное. Вот, знаете, мы, сейчас у нас создан консультативный совет для врачей, как вы знаете, да, и, конечно, все доктора, которые вошли в этот совет, консультативный совет, это именно для врачей совет. – Опытные? – Опытные, это, в основном, это главные специалисты, главные уништатные специалисты при Министерстве здравоохранения. Причем функция-то у них очень достаточно сложная, потому что мы знаем, что молодые врачи пошли работать и в ковидные госпитали, причем если лечение, допустим, коронавирусной инфекцией, ну, по протоколам, по схемам, понятно, да, и научили, и всех обучили этой 36-часовой программе, вот, то поступают ведь люди с сопутствующими заболеваниями, когда нужен совет опытного специалиста по данной проблематике, допустим, кардиолога, пульмонолога, инфекциониста, вот, и вот этот консультативный совет для врачей, он работает у нас 24 на 7, то есть молодые врачи в течение суток, в любой праздничный день, да, в любое время могут обратиться, потому что мы же знаем по практике, что в основном сложные случаи, экстренные случаи, они возникают либо ночью, либо в субботу-воскресенье или в праздник, как правило, потому что, ну, так уж вот, так получается, поэтому вот на первую неделю, допустим, работы этого консультативного совета поступило порядка 100 звонков, ну, надо сказать, что я беседовала с членами консультативного совета, они все являются наставниками, конечно, в своей специальности, вот, но они тоже говорят, что некоторые звонят с просьбой на самом деле помочь, объяснить, там, подсказать, может быть, а кто-то только звонит и заберите, там, пациента, ну, чтобы как бы отправить, можно и так, конечно, но это же не всегда правильно. Конечно, да. Поэтому я считаю, что просто большая ответственность наставников вот именно сейчас, потому что такого наплыва, такого количества инфекционных пациентов, такого количества тяжелых пациентов, ну, в общем-то, редко когда бывает, а сейчас оно есть. Очень красиво, сейчас многие врачи, особенно ординаторы, да, перешли работу в ковидные госпитали, да, и на самом деле они хотят принести пользу, хотят своим трудом доказать, что они нужны, они востребованы. Вот как вы считаете, в условиях вот ковидных госпиталей, вот, да, молодые врачи, они справятся с этой задачей поставлены? Я думаю, да, потому что если они пошли в ковидные, ну, можно, конечно, сказать, кто-то пошел денег зарабатывать. Вы знаете, деньги неплохо, конечно, но все-таки не это главное. Не во главу угла, конечно. Нет, не это главное. И если они пошли работать в ковидный госпиталь, значит, они надеются на то, что они справятся, и потом там везде есть опытные доктора, которые всегда должны, должны, обязательно должны подсказать, помочь. Поэтому вот мы просто видим, как они работают. Вот сегодня, кстати, у нас был совет медицинской палаты, и мы обсуждали в том числе и вопросы аккредитации, потому что сейчас проходили аккредитацию специалитет, то есть выпускники шестого курса, и те, кто закончили ординатуру. И вы знаете, вот до этого я слышала от Людмилы Анатольевны Беловой, она говорила, что очень высокий уровень тех, кто сейчас проходит аккредитацию, и члены комиссии также говорили, это практические врачи. Отмечают, да, что уровень высокий. А сегодня вот это было подтверждено тоже, сказали, что, вы знаете, вот видно, что они готовятся, что они очень хотят. Это очень отрадно. Ценно очень. Да, конечно, я думаю, что справятся. Синяя Анатольевна, а вот сейчас в каждом лечебном учреждении по вашей инициативе были созданы молодежные советы. Вот какие цели и задачи этих молодежных советов? Молодежные или советы наставников? Нет, молодежные советы именно сначала. Молодежные советы. Ну, в принципе, я, конечно, с их, может быть, деятельностью не напрямую знакома, а просто потому что... Ну, вы тоже курируете, я знаю. Да, конечно. Вот. Я считаю, что их функции немножко в другом. Вот. Ну, кроме профессиональных всех качеств, они все-таки должны организовывать, наверное, какой-то креатив. Корпоративную какую-то политику, да? Корпоративную политику, политику такую, ну, это же все равно, понимаете, вот я даже себя ловлю часто на мысли, что, ну, что вот. И когда, например, по инициативе губернатора весной 2020 года он предложил проводить экскурсии для медицинских работников по заповедным местам Ульяновской области. Вот, честно сказать, я думаю, да кто поедет сейчас на экскурсию, а вы знаете, съездило на экскурсию более 500 человек, вот, отзывы очень хорошие, но люди просто на день из тех же ковидных госпиталей съездили на природу, пообщались там между собой, ну, с разных лечебных учреждений. И вот я считаю, что это должны делать не мы, допустим, а вот молодежь, молодежные советы, организовывать там какие-то, потом сейчас очень важно, очень важно вот здоровый образ жизни, физическая активность. Понимаете, у нас вошло это в национальный проект по демографии, да, там, спорт, нормы жизни у спортсменов, но ведь никто это за нас не сделает. И вот я считаю, что молодежные советы должны на себя это взять все-таки, я так считаю. Ну, как всегда, губернатор на два шага вперед опередил, да, вот тоже экскурсию? Да, конечно, конечно, и я потом уже сколько раз признавала, что я была не права. Ну, вот теперь, Валентина Грастина, к тому, что вот вы сейчас заикнулись, да, при Министерстве здравоохранения отраслевой совет наставников создан. Вот его задача, его функционал какой и насколько это ценно сейчас? Вы знаете, вот первый совет наставников был создан при Министерстве здравоохранения в 2012 году, во время моей работы министром. Вот, и мы тогда уже издали, подготовили, вернее, разработали положение о совете наставников. Ну, как-то вроде разработали, дали рекомендации, и потихонечку все это затихло. Потом в 2018 году был издан указ губернатора о создании отраслевых советов наставников. То есть это все возродились новые, и в том числе в отрасли здравоохранения, потому что я считаю, что все-таки наиболее важные советы наставников, это все-таки в отрасли здравоохранения и образования. Потому что, ну, конечно, наверное, и в промышленности тоже это очень важно, но там, где это связано с людьми, мы должны, кроме профессиональных навыков, еще и человека воспитывать, молодого специалиста. Вот, и тут уже мы возродили вот этот отраслевой совет наставников, и в каждом лечебном учреждении, это был тоже приказ министра или распоряжение, точно не помню, о создании в каждом лечебном учреждении советов наставников. Они созданы, работают везде, по-разному, конечно, надо сказать, вот, но во всяком случае работают. Миссия Георгиевна, ну, вот про медицинскую палату хочу сказать, тоже такая очень важная составляющая вашей работы, профессиональной деятельности. С вашим приходом, вот я могу сам отметить, что появилось очень много новых направлений в медицинской палате, в работе медицинской палаты, и, причем, еще тоже связанная с пандемией, конечно, тоже неразрывно, тоже это пришлось перестраиваться в короткие сроки. Какие-то направления, может быть, озвучите? Да, конечно, вот, знаете, ну, знаете, конечно, что есть оперативный штаб, который возглавляет губернатор, это по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, да. И вот в рамках этого оперативного штаба созданы рабочие группы по различным направлениям. В здравоохранении есть тоже рабочие группы, которые возглавляют сейчас специалисты, они все члены медицинской палаты. Но вот отдельно, также по поручению оперативного штаба, была создана группа по соблюдению профессиональной этики и деонтологии медицинскими работниками. И связано это было с тем, что в самом начале вот пандемии, когда, в общем-то, надо сказать, что это свалилось на всех, вот просто как свалилось. И напуганы были все, и медики, и немедики, и не было практического опыта в том, как поступать с коронавирусной инфекцией. Много было сделано неправильно, много было того, что мы на самом деле не знали пока. Вот, но и надо сказать, что было большое количество жалоб, большое количество обращений на некорректные отношения со стороны медицинских работников. Они есть и сейчас, обращения и жалобы, но их стало гораздо меньше. Не потому, что мы там сильно хорошо заработала эта рабочая группа, нет. Просто на самом деле мы все поняли, что пандемия – это серьезно, это надолго, и люди, на самом деле, страх присутствует у всех. Вот, поэтому вот это вот направление по соблюдению профессиональной этики. Мы там разработали, есть у нас давно уже утвержден кодекс профессиональной этики. Вот, и мы сейчас рекомендуем в каждом лечебном учреждении провести тестирование на знании кодекса профессиональной этики. Это важно. Кажется, вроде, ну что там такое? Нет, это на самом деле важно, и нужно пройти это тестирование. Потом много медицинских работников тоже переболели, и болеют сейчас многие. И вот тоже тестирование на профессиональное выгорание. Здесь уже эти тесты разрабатывали наши психологи. Они довольно простые, но дают, в общем-то, создают впечатление и дают возможность узнать, насколько этому человеку нужна помощь. Психолога, психотерапевта, либо просто нужна помощь, допустим, какого-то специалиста. Это тоже очень важно. Тоже как направление. Вот. Ну и разработали наши психологи тоже ролики для именно вот такого, ну как бы, снятия напряжения, что ли, с медицинских работников. Вот. Потом, как я уже сказала, вот одно из направлений – это консультативный совет, потому что, ну, практически серьезно переформатирована работа главных специалистов. Они все возглавляют экспертные группы по своей специальности, по своему направлению. Вот. И, в общем-то, возросла их ответственность, главных специалистов. Вот. Я думаю, что это правильно, потому что человек самый грамотный, самый умный в данном направлении, в данной специальности, он должен, конечно, себя проявлять очень ярко и достаточно серьезно. Вот. То есть изменилось отношение, изменился формат работы с главными специалистами. Главные специалисты рекомендуются медицинской палатой, рекомендуются министру. Утверждает, конечно, министр состав главных специалистов, но по представлению, по предложению медицинской палаты. Это очень важно, конечно. Да, я тоже считаю, что это очень важно, потому что все-таки, вы знаете, вот не бывает такого какого-то панибратства. Когда на президиуме обсуждается состав главных специалистов, я бы сказала, очень жестко подходят коллеги к тому, кто, допустим, не срабатывает как главный специалист. И даем рекомендации, что этот специалист должен быть заменен. Ну, это правильно, конечно, да. Натя Григорьевна, а вот сейчас, вы сейчас уже сказали немножко об этом, да, вот количество жалоб там уменьшилось, да? Да, уменьшилось. Потому что, я так думаю, что то, о чем вы всегда говорите, должна быть обратная связь. Да. То есть от пациентов обязательно должна быть обратная связь, потому что мы, когда будем понимать, да, что действительно происходит в основе какой-то проблемы, тогда будет она решаться. И вот я хочу, вот касаясь этой темы, просто спросить, сейчас такое отношение к медицинскому сообществу немножко, ну, скажем так, ну, немножко агрессивное отмечалось-то, какое-то более предвзятое какое-то такое. Сейчас, как вы думаете, все-таки меняется это или нам еще много предстоит, чтобы оно действительно поменялось, вот это отношение? Вы знаете, я считаю, что меняется, потому что увидели сейчас все, мы сами слышим и видим и сами говорим спасибо медикам, потому что, на самом деле, вот сейчас у нас задача кто, если не мы, да? Это точно. И поэтому, на самом деле, меняется отношение общества к медицинским работникам. То, что выделяется сейчас много очень средств для обновления аппаратуры, для, там, доплат медицинским работникам, но я сейчас не буду говорить о доплатах, а именно о создании условий для работы. Ведь поначалу были проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты, и все это, конечно, вызывало нервозность в работе, вот. Но отношение общества к медицинским работникам, конечно, меняется. Меняется, потому что люди видят, что медики, врачи, медсестры, фельдшеры работают иногда и, на самом деле, во вред себе, но поступают в пользу для пациента. Максим Грасс, ну и, так, по традиции, в заключении нашей программы, может, какие-то пожелания нашим телезрителям в целом? Ну, конечно. Вы знаете, наверное, прежде всего, пожелания здоровья. И потом я хочу сказать, что очень хочу, чтобы вот те проблемы, о которых мы говорим, это пандемия, это высокая заболеваемость, пусть она уйдет, пусть это все прекратится. Вот. Но я хочу сказать, что наше будущее зависит от каждого из нас. И то, как мы будем выстраивать свои взаимоотношения, то, как мы будем вести себя и в профессии, и в жизни, в принципе, от этого, конечно, зависит очень много. И, в принципе, от этого зависит жизнь. Ну, и, в первую очередь, конечно, я желаю всем здоровья, благополучия, добра побольше, пусть в нашей жизни будет как можно больше добра. Ну, и беречь себя и своих близких. Спасибо большое. Ну, что ж, вот такой интересный сегодня у нас разговор получился. Я всем желаю здоровья, берегите себя, до новых встреч, ваш доктор Смирнов. Субтитры подогнал «Симон»